Всем привет! Я уже рассказывала о том, что собираюсь скоро лететь в Польшу. Этот полёт всё приближается и приближается. Я ничего не успеваю. У меня столько дел, я ничего не успеваю. А вчера я чуть ли не запорола всем полёт. Как я уже рассказывала, уже купила билеты всем. И решила пойти себя зарегистрировать на рейс. Уже купили. То есть мы себе купили билеты, я с дочкой. Я подбила. У друзей дочка летит. Они вообще купили билеты. Практически 200 евро обошлись. И я иду на регистрацию. Вбиваю. Вбила все данные. Взяла свой паспорт. Вбила все данные паспорта. А потом... Хорошо, что ещё нажала отправить. Смотрю, в паспорте виза польская. Ну, я так думаю. Так, виза. Ну, вроде бы ж в биометрию визу не ставят. Что-то не то. Смотрю, ещё одна виза. Да что это такое? Это что, когда мы... А я разве по биометрии ездила? Нет, я ж по биометрии не ездила. Отметки по гран. Ну, я ж по биометрии думаю... Открываю туда, смотрю. А это не биометрия. Получается, я вбила данные. У меня два паспорта. Один небиометрический, да, по которому я уже ездила и который всё ещё действует. А второй биометрический... А небиометрический я не сдавала, когда оформляла биометрию. Так как у меня тогда действовала виза, как раз шенгенская. И я такая сижу и думаю... Хорошо, что я не нажала отправить, потому что сейчас у меня визы нету. А я должна ехать только по биометрии. Если бы я отправила, ну, зарегистрировала паспорт, то я так понимаю, что меня могли спокойно сказать. До свидания, тётя. Давай паспорт с визой. То, что у тебя есть другой паспорт биометрия, надо было на него регистрировать. Я вот это сижу, ну, реально меня немножко перетрусило. Потом я побежала искать этот биометрический паспорт. Я его долго не могла найти, я его минут сорок искала. Ну, в итоге нашла, что я его на видном месте, припрятала на видном месте. Да. То есть все документы есть. Малого мужа. Ну, все документы, там, где должны лежать документы, есть. Моей биометрии нету. Ну, это я его уже брала, уже готовилась. Да. И потом забыла, что я уже к этому готовилась. В общем-то, перетрусило меня конкретно. Конкретно, ну, слава богу, все зарегистрировались сегодня. Посадочный талончик распечатаем. Страховки сегодня должны привезти. Все. И завтра летим. Ху-ху-ху-ху. Я уже в предвкушении, конечно, волнуюсь немножко. Мы посмотрим, как оно будет. В общем-то, всем пока-пока. Удачи. Да, скоро будем выходить в эфир. Не знаю, как у меня будет получаться опубликовать. Ну, очень хочется. У меня мало места на памяти. На телефоне. И, соответственно, я планирую снимать там по чуть-чуть. И как только попадать в общественный интернет, да, пытаться выгрузить. Выгрузить на YouTube сразу же. Поэтому постараюсь оперативно все публиковать, рассказывать о том, как и что. Да, в Варшаве мне нужно будет ночь переночевать. Но я вчера пыталась себе забронировать местечко. И карту мою не принимают почему-то. Почему-то блокируются. Я не знаю, в чем там причина. В общем-то, билеты я в знакомом купила. Себе билеты купила. При том, что я не могла эту гостиницу. Хостел, хостел. 200 гривен вообще. Нашла за 200 гривен недалеко от аэропорта. Вообще круто. Но я не смогла оплатить. И не знаю, по какой цене мне придется жить. Вот. При том, что я не смогла оплатить за этот хостел 10 гривен. При том, потом уж меня 5000 легко сняли на билеты. Ну, то есть, это как-то у меня вообще странненько. Ну, как есть. Поэтому, то есть, с карточкой все нормально. Это какой-то тамглюк. Ну, сейчас надо еще накачать. Ой, надо не забыть накачать карты себе в телефон. Всем рекомендую Maps.me. Потом расскажу о ней более детально. Мы уже проверили ее по Польше. Я больше всего ее люблю. Она работает без интернета. Главное, предварительно накачайте карты в той стране, куда вы едете. Потому что один раз я лоханулась и установила только программу без карт. И потом искала интернет, где бы скачать карту. В общем-то так. Все. Всем пока-пока. Всем удачи.